Привет, дружочки-пирожочки! У меня для вас сегодня супер тема, потому что вы ставили лайк, вы посмотрели и вы заслужили распаковку огромной коробки тянущихся, приколюшных, супер классных игрушек от Сбабам. Это Повелители Льдов, новая версия. В упаковке находится одна фигурка и буклет, светится в темноте, меняет цвет. В общем, у меня сегодня целое коробище тяжеленное вот этих вот фигурок, вот Сбабам. Сегодня посмотрим, что это за коллекция. Давайте распакуем. И, друзья мои, если вы влепите прямо сейчас лайк, то у меня для вас скоро, буквально на днях, будет еще одна коробка новой коллекции, которую я вам хочу показать. Давайте так, договоримся, да? Вы поддерживайте меня, а я дарю вам радость и эмоции от распаковки. Короче, смотрите. Вау, здесь их сколько. Возможно, у меня здесь вся коллекция. Возможно. Это игрушки-тянучки, приколюшки, это антистресс, это вот это вот все. Сегодня мы прям целую коробку и распакуем. Погнали, друзья мои. Итак, вот такие вот пакетики сюрприз. Здесь каждый неизвестный у нас персонаж. Видите? Крейтрекс, предетер, что-то такое там-то. Все, закончился мой перфект инглиш, что вы сами поняли. Ну, короче, это тянучки, всякие вот такие. Вот вы их сможете, я думаю, найти, увидите во всяких там магазах, магните, вайфгрессозон, в киосках печати, везде. Или где угодно. Короче, и вот там будет вот такой вот пакет. И что же в нем? Сейчас узнаем. Эти всегда серии сопровождаются буклетом. Дайте-ка угадаю. И буклет вот он. В буклете обязательно указано, какие здесь звери, какие здесь персонажи, какие здесь есть всякие разные существа. И вот у нас буклет коллекционный. Кто нам может попасться? А попасться здесь могут разные. Тут косаток, пингвинчиков, львов. Тут вообще просто все про лед. Вот. И кто же нам попадается первый? Давайте посмотрим первого. О-о-о! Это морской лев, я так понимаю. Я, кстати, ни разу в жизни не видел фигурку морского льва. По-моему, это очень круто. И он прикольный. Учитывая, что он антистресс, он... Слушайте, а он, ну, классный. Вот представьте на секунду, что он не антистресс. Сейчас фигурка... Это же просто фигурка морского льва, и я... Или морской слон, или кто. Но, в общем, есть варианты... А, морской слон, да. Морской слон. Вот здесь написано же. Короче, я ни разу даже не встречал фигурку в жизни своей за все 8 лет обзоров игрушек, чтобы был морской слон хоть в какой-то коллекции. Это же прикольно. Так, на ощупь он супер приятный. У него текстура даже кожи здесь, видите, сделана. И внутри... О-о-о! Гидрогель! Синий! О-о-о! Вы посмотрите! Синий гидрогель. Короче, фигурка с вами вся прикольная, приятная. Ну, и внутри синий гидрогель. Следующая фигурка. Открываем. У нас много сегодня на обзоре. Надо все их успеть распаковать. Влепите лайк, чтобы мы все их успели распаковать, чтобы не было повторок. Давайте. Спасибо. Ох! Это же медведь! А он что, может он светится какой-то? Ой, тут почему два буклета в наборе. Короче, это... Может он светится? А, он светится в темноте! Мы это обязательно проверим в конце выпуска. Я там заряжу их, посмотрите. Медведь! О-о-о! Как мультяшный какой! Кстати, он суперплотный, и мне кажется, он может даже стоять. Нет, не может. Прикол в том, игрушки-приколюшки, слушайте. Это же, помимо того, это не... Ну, вы должны понимать, что это не натуралистичные игрушки. Прям, ну, какие-то там по живой природе. Ой, а тут другой гидрогель, смотрите. Тут белый у него. Ничего себе, у всех разный. Это игрушки-приколюшки, это тянучки. Они тянутся. Их можно там, типа, брать с собой купаться, брать куда-нибудь в песочницу, куда-нибудь... Мне нравится такая тема. Я, вы знаете, я уже сколько лет делаю обзоры на эти тянучки, и они мне каждый раз прикалывают, потому что это и ребенку интересно, очень. И поиграть можно, и просто, и там, типа, покупаться с ними можно, и взять с собой в гости к друзьям. Короче, это классная тема. И они выглядят смешно. Они одновременно смешно выглядят, и круто! Воу! Вы посмотрите на это чудо. Кто это? Это какой-то Greenland Shark. Вот такая вот штука у нас здесь. О, здесь есть фотография. Учим языки вместе с этим. Окей, хорошо. Просто обычно ничего не делают, не светятся. Но выглядит классно. Опять же, текстура присутствует. Это же торво. Синий гидрогель. Класс. Возможно, это у морских, кстати. Я что-то так подумал. Смотрите, синий-синий. Так, следующую. Открываем. Скорее. Не тормозим. Открываем следующую. И кто же там? С бабам. Антистресс. О! Вообще, вот эта серия неожиданная. Я просто заранее не смотрел, кто может попасться. Я просто сейчас при вас открыл. И это снежная сова какая-то. Это просто буквально какая-то букля. Красный гидрогель. Вау. Вот это, конечно, прикольно, что они разноцветные сделали. Неожиданно. Причём он не просвечивается никак. Вы просто когда жамкаете, видите, что он это. И мне очень нравятся эти крылья. Мне так нравится, что с этими крыльями. На ощущение, что эта фигурка реально там. Может летать. Ну, классно же. Так, следующая фигурка. И тут... О! Тут у нас сразу вылезает. Давай, вылезай! Вылезай! Бам! О! Это морской леопард. Да! Это я уже знаю даже без подсказки. Он тоже светится в темноте? Да ладно! У нас тут вот кто? Вот этот вот меняет цвет. Вот этот меняет цвет. А вот этот вот светится в темноте. Синий! Это опять морской! Смотрите, опять моя теория. Мне кажется... Ой, ну приятный какой-то ощупь. Из-за того, что в нём много гидрогеля. В них разное количество. Ну, то есть, понятно, в Сове не так много. В этом намного больше. Пок-пок-пок-пок-пок-пок-пок-пок-пок. Короче, классный. Мне нравится. Очень интересный материал. Он прям как будто другой. Я даже не знаю. Они каждый раз используют, по-моему, новый. Этот какой-то текстурированный. То есть, вы прям чувствуете шероховатость. Это так интересно. Прикольно. На этой вот... То есть, до этого были просто там резиновые какие-то ещё. Здесь прям чувствуется шероховатость. Такая вот, ну знаете, приятная на ощупь. Он прям супер антистресс. Классный. То есть, вы одновременно... Вроде это игру... Но это лучше, чем бездумный антистресс. Если уж антистресс, то лучше вот такое, чем бездумный какой-то антистресс. Здесь хотя бы узнать, что это за зверь такой, животное. Про него узнать, в интернете набрать. Итак, следующий. Продолжаем. Открывать и тут... О-о-о-о-о-о! Я не могу. Это бевастый, чувак. Это розовый кто? Фламинго? А нет, смотрите. Вроде морской, а белый гидрогель. Моя теория сломалась. Много как в этих фигурках. Они прям тяжеленные. Много гидрогелей. Прикольно их жамкать. Класс! А кто это? Кто ты? Друг мой. Белуга! А? 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 Есть вопросы к белуге. Белуга! Белуга! Почему ты розовуга? Может быть из того, что он меняет цвет в холодной и горячей воде? Проверим. Ладно. Окей, хорошо. Следующий. Следующий кто? Фууу! А, нет, морж! Клыки! Я обожаю такие темы. Когда, типа, ну, клыки же должны быть острые. Нет, ну, фигурка сама морж. Ну, прям, я... Ой, конечно, зеленый. Ну, ладно. Но... Так, морж по-английски. Видите? Морса! Валрус и Трихехо. Три-ке-хо. Какой-то вот такой. Три-ке-хо. Ну, либо... Ну, короче, это морж. Морж. Мне нравится, что у него, типа, острые клыки, но они же... Па-уу! Па-уу! Па-у! Ха-ха-ха! Па-уу! Морж. А что у него за гидрогель? Какого цвета угадаем или нет? Синий? Да! Я угадал. Синий гидрогель у моржа. Ласты. У тебя есть ласты, но нет маски. Хвостик. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну, слушайте, это прямо отлично. Это прям супер... Супер-антистресс. Он очень приятный на ощупь. И невероятно в нем много этого гидрогеля. Вот эти вот прям жирницы такие. Медведь, если стандартно, наверное, у него такая толстая шкурка, наверное. И обсовея его мало. Ну, просто прикольные крылья. Тут вот эти все, ребята, они прям такие жирницы. О-о-о-о! Класс! Обожаю. Это веселуха, на самом деле. Так, следующий у нас еще, 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 еще. Вся коллекция, походу, сегодня... А, нет, смотри, смартфорочка. Они могут... Помните, видосы смотрели по какой-нибудь National Geographic? И они такие... Можно же сражение устраивать. Кстати, реально можно сражение устраивать между ними. Класс. Пожамкаем немножко. Так, следующий. Так. Это мне, видите, так и зло до этого. Без повторок. О! Косатка! 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 Косатка. Окра. Ее, посмотрите, вот называется. Киллер Уэлли. Окра. Орка. Орка. Орк, короче. Косатки называются как орк. Косатка реально гопник океана. И она выглядит такой... Чо? Чо? А если найду? А если тюля не найду? Уч, 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 уч. Но они, кстати, реально жесткие челы. Косатки. Уэу. Класс. О, здесь распределены. Он не набит полностью? Здесь так вот распределяется этот гидрогель. Косатка. Косатка. Косатка, ты просто красавчик. Уэу. Прикол в том, что с этими чуваками можно делать всякое. Это реально антистресс. И реально прикол. Смотрите, сейчас. Косатка, получи. Вот так. Двигатель в виде косатки запустил. Так, еще кучу пакетов у меня осталось. Друзья мои, хотите следующий выпуск? Скорее прожмите лайк. Потому что здесь может попасться кто угодно, гигантский пингвин. Я не могу. Вы посмотрите на его лицо. Он супер недоволен. И он супер недоволен. Ты что, меня распаковал? Ты сейчас меня жамкать будешь? Да, приятель, буду. Синий. 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 А кто из светящихся? У меня кто-то еще был светящийся? А, ой, слушайте. А, ну да, подождите. Морской леопард. Этот, что ли, синий? Это светящийся. Мы сейчас всех проверим, кто из них светящийся. Разберемся. Я что-то запутался немножко. Пингвин классный. Ну, конечно, по размеру не совпадает. Но вы уже понимаете, что и настоящих пингвинах жамкать так нельзя. И медведей так не стоит. Но вы понимаете. Так, и еще пара пакетиков осталось. Еще пакетик. Опа. Кто у нас здесь? Еще один, что ли, этот? А, нет, леопард. Еще один леопард. Их можно же растягивать еще. Вы же не забывайте, что это антистресс. Который можно растягивать. Кстати, много морских. Прикольно в ванной купаться. Ребенку, ну, дети не очень любят, если честно, в ванной купаться. А с такими штуками вообще нормально заходят. Так. И последняя у нас фигурка. О, пингвинелла. А это разные, не? Что-то? Ничего себе. А это разные, походу, да? Я-то сейчас не найду. Ну, это, походу, разные пингвинеллы. Походу, разные. Ага, ага. Это пингвино. Императорский пингвин. И пингвино какой-то такой другой пингвин. Это разные пингвины. Но оба недовольны. В обоих синие наполнитель. Так. Зарижамба. Светямба. Смотрим, кто из них светится. Что у нас, с кем происходит. Такая коллекция с бабам, друзья мои. Можно найти их по ссылкам в описании. Можно найти их пёска печати, магнит Велберс и всех делах. Ну, вы понимаете. Где найдёте. Берём прикольный чел и антистресс. Снимаем стресс. Люблю их. Спасибо большое за антистресс выпуск. Обожаю. Просто я сам пока снимаю, снимаю стресс. Вы думаете, что я вам просто так видео снимаю? Я снимаю стресс. Я жамкаю просто бесконечно их, бесконтрольно. Жамкаю и жамкаю. Так, давайте разберёмся. Какие из них, которые мне сегодня попались. Так, белугу мне сегодня не попалось. Попался мне из светящихся вот леопард, медведь. Да? А, морж ещё. Видите, должен менять цвет. Ну, может быть, на солнце. Солнце сейчас не найти, но всё же. Короче, этот должен менять цвет. А, нет, белугу. Это же... Вот единственное, что белуга. Белуга, горячая вода, медведь, горячая вода. Так, кто ещё? Леопард, иди сюда. Один, ну и второй тоже, иди сюда. Остальные, ребята, отдыхайте. Сейчас с вами будем развлекаться. О, у меня тут грилятся вот эти чуваки, которые, по идее, должны светиться. Сейчас мы их тут с этой стороны, с этой стороны. И смотрите, пока я их там типа поджаривал, белуха, горячая вода. И она становится белая. Реально, вот опустил горячую воду. И смотрите, у меня холодная вода. Заценили лёд. Я с 90-х годов, с детства, мечтал о таком льде в пластике. И, оказывается, он ещё продаётся. Я его прям купил и кайфую. Так, я опускаю в холодную. Опускаю в холодную. И в холодную должен порозоветь. О! Да, мы видим, что он розовеет. Розовеет и розовеет в холодной воде. Теперь опускаем в горячую. И в горячую он должен побелеть. И в горячую он прям светлеет на глазах. Вот он прям. Короче, меняет цвет. А в горячей и холодной воде. Вот здесь у меня горяченькая вода. О! Побелел, посветлел. Ну, а теперь давайте, чувачки, давайте посмотрим, что вы там. Светьтесь, не светьтесь. И на этом закончим. Хотите видеть продолжение или новые распаковочки, обязательно лайк под этим видео. Тогда будет больше распаковок таких классных всяких штук. Так, выключаем свет. Здесь 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 выключаем свет. И последнее у нас осталось, что выключить свет где? Вот здесь и узнать, светится ли это или нет. Выключаем. И сейчас я вам покажу чувствительность, как выглядит мой глаз. О! И мы сейчас можем видеть, как они светятся. Зелёный чувак! Так, а вот эти вот не очень сильно, но светятся в темноте. Но медведь светится прям отлично. Видите? Зелёный свет. Сейчас прям у вас глаза... А-а-а! Берегите глаза! Я защищаю ваши глаза. Лайк за защиту. Хоба! О! Если зарядить их на солнце, светиться будут лучше, круче и прикольней. Но прикол же. Итак, друзья мои, напоминаю, что все ссылочки интересные, где вы хотите больше узнать об этой коллекции, в описании находятся. И можете найти их. Прикольные игрушки-андистриц-приколюшки. Надеюсь, в ближайшие дни покажу вам ещё одну супер коллекцию. Пока-пока! А я пошёл играться со своими повелителями. Или да! Так они называются. Бр-бр-бр-бр-бр. Пока!